Здравствуйте, дорогие телезрители. Добрый день. Сегодня мы будем вам рассказывать о половых стратегиях самцов и самок. И при этом мы в качестве примеров приведем различные группы животных. То есть, какие существуют у разных групп животных свои половые стратегии. Но нужно сказать, что поведение самцов и самок, как ни странно, является следствием и особенностями строения их половых клеток. Да, но здесь, возможно, разные варианты разночтения в этом. Либо, собственно говоря, строение половых клеток является следствием неких таких изначальных различий между самцами и самок. О чем мы, кстати говоря, с вами говорили уже в одной из прошлых программ. Либо, действительно, половые стратегии, которые свойственны самцам и самкам, они определяются формой и подвижностью самих половых клеток. То есть, возможно, и тот, и другой вариант. То есть, эволюция вполне могла идти как от клетки к соме, так и, собственно говоря, наоборот. То есть, уже непосредственно строение организма определять форму половых клеток. Но в любом случае, основная стратегия любого организма оставит наибольшее количество потомков. Максимального успеха в размножении самцы могут достигнуть, оплодотворяя много яиц при минимальной затрате энергии, можно так сказать. И расходовании на это усилий. Совершенно верно. Давайте, если мы вернемся к форме клетки мужской и женской, или форме клеток самца и самки, половых клеток непосредственно, сперматозоиды и яйцеклетки, то уже, исходя действительно из формы этих двух клеток, можно говорить о том, какая половая роль, какая половая функция. Яйцеклетка изначально вносит значительно больший вклад в само будущее потомства, чем сперматозоид. Она содержит большое количество питательного вещества. Она крупнее по размерам. Она менее подвижная. Сперматозоид несет очень ограниченное количество питательного вещества, которое в основном тратится на движение, на работу органа движения, который является хвостиком у сперматозоида. И главная его функция – это оплодотворить яйцеклетку, слиться с ядром. То есть донести генетическую информацию до яйцеклетки. Совершенно верно, донести генетическую информацию до яйцеклетки. Поэтому, если мы посмотрим на форму вот этих двух клеток, сперматозоид и яйцеклетки, изначально же становится понятно, что яйцеклетка, она более статичная, соответственно, она менее подвижная, она, скажем, более консервативна. В то время как самцы, они, скажем так, более протунистические, и сперматозоиды в том числе, они более подвижные, соответственно, они изначально имеют совершенно другую стратегию, тактику поведения. И если переносить аналогии на поведение самцов и самок, то картина выглядит приблизительно точно так же. Если мы, допустим, рассмотрим генерализованную стратегию самки, то она стремится получить, соответственно, потомство. От самца, которая, так сказать, в дальнейшем будет участвовать вместе с ней в заботе об этом потомстве, то есть она изначально ведет себя более консервативно. То есть, наиглавная задача, это найти, так скажем, того самца, который, собственно говоря, обеспечит более жизнеспособность, соответственно, потому что потомство должно быть жизнеспособным, и кроме этого обладает какой-то заботой. Да, потому что эта забота будет обеспечивать дальнейшую жизнеспособность потомков, которые принесет эта самка. То есть она не только одна будет воспитывать, но и, соответственно, будет получать какую-то помощь, и, соответственно, таким образом, вот эта суммарная забота, соответственно, самца и самки будет обеспечивать большую жизнеспособность потомков, которые, соответственно, оставляет эта пара. То есть у самки стоит задача выбора? Совершенно верно. Выбрать именно того самца, который ей будет наиболее подходящим. А если мы разберем стратегии, которым придерживается самец в процессе размножения, то у него стратегия, она, скажем так, имеет некоторый обратный знак. И она будет связана, опять-таки, если мы будем исходить из такой эгоистичности каждого живого организма, каждого животного, и он, естественно, тоже заинтересован оставить как можно большее число потомков. И наиболее выгодной для самца в таком случае стратегии будет оставление максимального количества потомков путем, соответственно, вступления в копуляцию с большим количеством самок. То есть он освобождает себя от какой-либо ответственности, от какой-либо заботы, но оставляет достаточно большое количество потомков. И вот эти две крайние стратегии, как в случае с РК стратегиями, тоже два крайних варианта, и вся гамма брачных отношений в мире животных, она как раз строится на континууме между вот этими двумя крайностями, между этими двумя полярностями. Но при этом выбор, опять-таки, остается за самкой, то есть именно она, в общем-то, находит самца, который, в общем-то, находит самца, который пришелся, так скажем, ей по душе. Да, совершенно верно. Достаточно жесткое существует у животных. То есть он должен продемонстрировать свои какие-то определенные качества, чтобы самка дала предпочтение именно ему. Да, совершенно верно. Очень жесткое существует ограничение у животных, где, собственно говоря, как таковое спаривание с самкой без ее согласия практически невозможно. Существуют только единичные случаи, когда в природе зафиксированы какие-то насильственные копуляции, предвидительные копуляции или копуляции, скажем, обманом. В остальных случаях самка может допустить к себе самца только после того, как будет совершен некий ритуал, который как раз, соответственно, каким-либо образом продемонстрирует самке, что это, соответственно, самец годный для размножения, ну, по тем или иным признакам, которые будут характерны для каждого конкретного вида. Причем, что самое интересное, что ученые-тологи установили, что оказывается, что вот такая принудительная копуляция, она возможна только в исключительных случаях. То есть это, так скажем, скорее исключение, а не правило. Да, это единичные абсолютно случаи, которых не так много в природе. Так как самка должна принять определенную позу, если она, собственно говоря, позу не приняла, то в таком случае копуляция будет довольно проблематичной. Совершенно верно. И если самка не принимает какой-то или не совершает какой-то определенный ритуал, она просто делает сам процесс копуляции практически невозможным. Давайте-ка обратим внимание как раз вот на различные примеры. Здесь представлено слева крякова, а справа как раз представлены скорпионовые мухи. Например, сами скорпионовые мухи во время ухаживания имеют обыкновение преподносить, так скажем, даме сердца свадебный подарок, выбирая ее сообразным вкусом своей подруги. Им может стать, например, мертвые насекомые, украденные спутины, а пока самка поедает подарок, самец спаривается с ней. И учеными установлено, что около 65% самцов скорпионовой мухи могут погибнуть в паутине, так и не раздобув заветного угощения для подруги. Но и некоторые самцы, естественно, предпочитают не рисковать своей драгоценной жизнью, добывая презент. У кряков ситуация, конечно, не столь экстраординарна, как у скорпионовой мухи, но действительно в период весеннего периода размножения у кряковы самцы иногда принудительно могут заставлять самок, которые, соответственно, появляются в поле его зрения, вступать в купуляцию, таким образом оставляют потомство, скажем, таким принудительным способом. Ну, вообще, в принципе, для кряков характерна полигамия, то есть самец за сезон оплодотворяет достаточно большое количество самок, он практически не заботится о потомстве, только на каком-то самом начальном периоде, то есть когда самка только отложила яйца, какой-то момент заботы у кряков существует. В дальнейшем самцы объединяются в такие холостяковые группы, и весь летний сезон проводят, соответственно, где-то в зарослях тростника или рогоза, не участвуя ни в насиживании, ни в вождении выводков. И, кстати говоря, у птиц достаточно четко можно говорить о, вот, скажем, какой тип взаимоотношения существует между самцом и самкой. Как правило, те птицы, у которых самцы окрашены очень ярко, и имеют, соответственно, достаточно высокую степень полового деморфизма, то есть какие-то визуальные отличия в окраске между самцом и самкой, а еще тем более могут иметь какие-то украшающие элементы, как, например, павлини-хвосты, какие-то хвосты у райских птиц, какие-то специально украшающие перья, роговые наросты. То есть все то, что, соответственно, делает их вот такими красивыми и привлекательными, то тем меньше они принимают участие в заботе о потомстве. И, как правило, у таких самцов может быть либо полигамное отношение, либо отношение, допустим, в наличии какого-то гарема, либо, соответственно, какие-то варианты тока, где самец на таковище доминирующий, наиболее сильный, спаривает с целым набором самок. А вот у кряков, соответственно, тоже половой деморфизм имеет очень высокую степень развития, и вот у кряков зафиксирована, кстати говоря, тоже в качестве очень редкого исключения вот такая насильственная копуляция. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что это не правило, а очень-очень редкое исключение в старстве животных. Потому что сама по себе насильственная копуляция может привести к тому, что, опять-таки, рожденное, скажем, потомство, оно может быть нежизнеспособным. Например, тот же самый скорпионовый мухи, когда преподносят своей, скажем, самке подарок определенный в виде пищи. Кстати, такие свадебные подарки в виде пищи, они характерны для большого количества животных. Он тем самым дает дополнительное питание развивающимся потомству. Поэтому при такой насильственной копуляции в таком случае, в общем-то, опять-таки, для потомства будет меньше питательных веществ. Совершенно верно. Ну, тут еще можно привести, например, такие тоже экстраординарные примеры, как пауки, у которых самец преподносит самке презент в виде, допустим, мухи с пеленутой паутиной. И пока самка поедает вот эту самую муху, самец осуществляет копуляцию. Это происходит потому, что разница в размерах между самцом и самкой достаточно велика. И, в принципе, самка, она, скорее, своего благоверного воспринимает не как полового партнера, а, скорее всего, просто как еду. И поэтому единственный способ достичь, желаем, то есть оставить потомство, это на какое-то время ее занять едой. И пока самка ест, соответственно, партнер ее оплодотворяет. Если же размер этой мухи будет недостаточно велик, то, соответственно, самка вполне спокойно может заодно закусить и своим партнером. То есть, таким образом, он отвлекает просто внимание. Совершенно верно. То есть, это тоже можно рассматривать как своеобразный обман, но все-таки это, скажем, непрямое принуждение. И надо сказать, что самки, они всегда, в принципе, находятся в ситуации выбора. И вот этот выбор как раз чрезвычайно важен, потому что самка должна оставить плодовитое потомство, и ей нужно, по целому ряду принципиальных параметров, выбрать себе партнера. И, кстати говоря, одним из таких принципиальных параметров выбора партнера является определение, собственно говоря, своего ли вида является партнер. Потому что мы знаем, что достаточно большое количество видов животных очень внешне сходны между собой. И по окрасочным признакам, и по морфологическим признакам. И тут выбор самки будет определять, собственно говоря, оставит ли она жизнеспособное потомство или не оставит. Потому что большинство межвидовых гибридов, как правило, не жизнеспособными. Поэтому если самка, допустим, каким-то образом ее, в общем-то, оплодотворить самец, например, другого вида, и, возможно, там какое-то оставление близкого вида, оставление потомства, то в таком случае потомство, как правило, будет не жизнеспособным. Да, тут, наверное, один из таких самых известных примеров являются известные гибриды между тетеревым и глухарем. Когда вспариваются тетерев и глухарка, или, соответственно, глухарь и тетерка, получается так называемый межвидовой гибрид, который носит название межняк, который сочетает в окраске своего перения черты как глухаря, так и тетерева. Надо сказать, что межняки, они как раз вот не способны к размножению, хотя такой межвидовой гибрид появляется достаточно часто. Поэтому самке еще главное не ошибиться в выборе партнера. Давайте обратим внимание. Здесь показаны различные изолирующие механизмы в выборе партнера своего вида. На примере гуппи. Вот у гуппи это небольшие аквариумные рыбки, которые, соответственно, ну, аквариумные, они потому что достаточно давно уже введены в культуру и разводятся в различных искусственных водоемах. Но изначально, естественно, это дикие виды, которые обитают совместно. И вот у гуппи существует целый набор специальных двигательных актов в процессе ухаживания самца за самкой, которые запускают программу опознавания самки, самца своего вида. И только в этом случае возможно оплодотворение икры. В случае, если какие-то движения не соответствуют заранее установленной программе, то, соответственно, самка икру не выметывает и таким образом, соответственно, самого оплодотворения не происходит. Надо сказать, что точно такие же изолирующие механизмы, а мы их можем назвать поведенческими механизмами, существуют и у птиц. Причем особенно отчетливо это выражено у видов, обитающих в одних и тех же условиях, и близкородственных видов. Ну, например, хорошо известны работы по поведению различных видов каменок в условиях симпатрии. Симпатрии – это условия совместного проживания. И убедительно показано, что набор демонстрационных поз во время ухаживания самца за самкой, он у разных видов имеет, скажем, либо разную последовательность, либо разные формы. И таким образом, даже в случае сходства окраски, исключена, соответственно, возможность копуляции между самцом и самкой разных видов, именно за счет того, что не совпадают какие-то па в движениях. То есть, получается, самка опознает самца, во-первых, по окраске, те же самые гупи тоже, в общем-то, опознают самцов своего вида, в том числе и по окраске, по окраске хвостового плавника, в частности. Но при этом, что самое интересное, если в аквариуме, так скажем, потому что рыбок очень часто содержит, что в аквариуме нет самцов того же самого вида, и они вступают, в общем-то, в купуляцию самцами другого вида. Но это как исключение, так сказать. Значит, во-первых, по окраске, во-вторых, по поведению. То есть, к окраске должно прилагаться еще определенное поведение, которое демонстрирует тот или иной самец самки. Да, ну и уже как вообще существует целый ряд вот таких изолирующих механизмов, препятствующих межвидовому скрещиванию. Ну, вот, собственно говоря, морфологические, как мы говорили, окрасочные, да? То есть, потом какие-то формы поведения. Затем у видов, может быть, чисто механическое невозможное совокупление. И в этом плане, допустим, очень показательные работы были сделаны на примере жужелец, где строение полового аппарата у разных видов просто исключает саму возможность купуляции. Ну и дальше следующий барьер уже, собственно говоря, генетический, когда вполне возможно даже после купуляции за счет различных биохимических процессов уже даже, может быть, не наступить оплодотворение. То есть, в принципе, вся морфология и биохимия вида, она направлена на поддержание целостности. Ну, а кроме этого, еще существует такой критерий, называется разные сроки размножения. То есть, даже когда, в общем-то, виды, допустим, довольно сходны между собой, да, они не могут свободно скрещиваться, потому что у них разные сроки размножения. Совершенно верно. Такое тоже вполне возможно. Но что именно определяет, естественно, самка, когда она смотрит на самца? По каким качествам, собственно говоря, идет определение именно того самого самца, с которым она вступает в купуляцию, то есть, с которым она хочет оставить потомство? Во-первых, она ориентируется на здоровье самца. То есть, все его демонстрации поведения, демонстрации оперения, качество оперения у птиц, это говорит в первую очередь о том, насколько здоровы данный представитель. Да, и тут, опять-таки, достаточно интересный следующий аспект, что одно из предположений, которые существуют, это предположение, объясняющее все разнообразие окрасок оперения у птиц, удивительный рисунок, который существует у птиц, вот то сочетание цветов, которые мы можем наблюдать в окраске оперения, оно направлено прежде всего на то, чтобы показать, продемонстрировать здоровье самца, вступающего в размножение. Весь набор сложных рисунков, допустим, который свойственен очень многим фазанам, сложная окраска оперения, глачатый рисунок, различные штрихи, сочетание различных украшающих элементов. Все это возможно сформировать только в том случае, если организм самца здоров, полон сил и, соответственно, полностью готов к размножению. Тем более, что большая часть вот этих вторичных половых признаков формируется под действием гормонов половой системы. И самка оценивает, прежде всего, при выборе своего партнера, оценивает качество оперения. Если оперение, ну, соответственно, оно соответствует ее стереотипам в выборе своего вида, и затем, соответственно, оно полностью в хорошем состоянии, то есть оно блестит, оно не побито молей, будем так говорить, то есть не поедено эктопаразитами, это говорит о том, что самец молодой, полон сил, и, собственно, от него можно ждать хорошее плодовитое потомство. То есть ослабленные и больные никому не нужны. Ослабленные и больные никому не нужны, совершенно верно. Ну, а вот интересно, что, у меня сразу возник такой вопрос, а вот можно ли как-то обмануть самку, например, в искусственных условиях, приклеивать, например, какие-нибудь петуху, перышки, определенные расцветки? Ну, насколько известно, все петухи и куры происходят от одного вида, от банкивской курицы. И окраска банкивской курицы, она, в общем, очень сильно отличается от окраски современно существующих пород. И межпородная гибридизация достаточно хорошо известна, и поэтому приклеивание петуху каких-либо перьев, оно, в принципе, не сильно снижает его репродуктивную ценность. Единственное, что тут самка может оценить этого петуха как просто, как это называется, снизить балл за неряшливый вид. То есть, если проводились эксперименты, когда на петуха наклеивали, допустим, перья каких-либо других птиц, и за счет того, что человек при любом случае не сможет сделать это так аккуратно, как это делает природа, то, соответственно... То есть, она оценит качество, да? Да, но цветность в данном случае при выборе петуха самкой, она не столь важна, потому что изначально у пород кур уже разбалансирована вот эта система видового цвета опознавания. И я думаю, что у кур, наверное, скорее всего, оценивается качество оперения, соответственно, оценивается поведение, собственно говоря, принятие различных позиций, там какие-то, возможно, звуковая сигнализация оценивается. Но, так или иначе, соответственно, появление межпородных гибридов у кур, это, как вы знаете, вещь абсолютно обыденная, и, собственно говоря, один из способов получения новых, принципиально новых пород кур, это гибридизация между другими породами. Ну, вот подтверждение тому, что самки стремятся выбрать самого здорового партнера для размножения, является, например, половое поведение тритона обыкновенного. Во взрослом состоянии это животное лишено жабр. Давайте как раз обратим внимание на тритона. Вот здесь представлены самец и самка тритона. И из-за того, что тритоны лишены жабр, они не могут находиться подолго под водой. Как и большинство других земноводных, тритоны поглощают кислород поверхностью кожи легкими. Спаривание у тритонов происходит не совсем обычно. Самец отскладывает на дно водоема так называемые сперматофоры, содержащие половые продукты, а затем самка помещает их в клоаку. Чем дольше самец находится под водой, тем больше он может отложить сперматофоров. В самке же выгодно затянуть бракосочетание, чтобы выяснить, насколько силен партнер и силен и здоров. Если будущее, собственно говоря, нужно сказать, что папа довольно слабый или чем-то обессилен или болен, то он быстро поднимется на поверхность за глотком воздуха. В общем-то, таким образом, с таким партнером дело иметь ни в коем случае нельзя. Ну, мы немножко позже в одной из наших следующих лекций поговорим о самой демонстрации самцами своих потенциальных возможностей. Но в преддверии стоит сказать, что, в принципе, вся система брачных ритуалов и тем более брачных турниров, она направлена прежде всего на то, чтобы выявить наиболее сильного, наиболее полноценного с точки зрения размножения самца, который может оставить наиболее здоровое потомство. И с природой придумано достаточно большое количество всевозможных приспособлений, которые позволяют это сделать. Ну, например, то же самое павлиний хвост, он, с одной стороны, служит для привлечения самок, с другой стороны, таскать с собой такой большой хвост, это само по себе уже достаточно большая работа. Энергетически невыгодно, получается. И, соответственно, самец, который несет такое обременительное украшение, он, в общем, подвергает себя заодно и опасности быть съеденными хищниками. Если он таскает с собой вот такую завлекалочку для самок и не погибает съеденной какой-нибудь лисой или какой-нибудь хищной птицей, это уже изначально говорит о его, в общем-то, и жизнеспособности, силе и здоровье. И то же самое можно сказать, кстати говоря, и о всевозможных украшающих элементах у млекопитающих, например, рога у оленей или рога у антилоп. Это тоже, в общем-то, в принципе, образование, которое имеет прежде всего ритуальный, турнирный такой характер. И уже в значительно меньшей степени служит для защиты от каких-то хищников. И, соответственно, таскать с собой очень большие, крупные, тяжелые рога и не быть съеденным теми же самими волками, например, говорит о том, что, допустим, вот этот лось, он действительно могучий и здоровый самец. И плюс еще он выигрывает ритуальную схватку. Ну, соответственно, вот весь этот комплекс поведенческих актов направлен на выбор наиболее здорового потенциального производителя. Ну, а кроме этого, вот, например, о чем мы говорили, так называемое брачное кормление, покажется еще, насколько будущий отец будет заботлив о своем потомстве, о своем семействе, так скажем. Да, совершенно верно. Это как бы демонстрация такой заботы о потомстве. То есть самец заботится о самке, таким образом заботится о потомстве. Если он плохо заботится о самке, значит, он о своем потомстве также будет плохо заботиться. Но надо сказать, что вообще, в принципе, все системы размножения и все брачные турниры и брачные ритуалы, которые существуют у животных, они, как правило, носят все-таки, чем сложнее устроено в плане строения нервной системы животных, тем, скажем, ритуализация все-таки принимает все больше и большее значение в его поведении. И очень большого числа животных, например, у тех же самых птиц, вот это кормление, которое осуществляет самец, самка перед спариванием, оно носит уже, скорее, более ритуальный характер. И оно имеет уже значение, скорее, двигательного акта, который запускает определенную программу, чем непосредственно при поднесении какого-то подарка. Но, однако же, если кормления не будет, самка это не оценит. Да, но при этом кормление может быть чем угодно. Например, у ряда видов птиц в качестве такого подарка преподносится просто камешек. То есть, возможно, изначально в процессе эволюции там была, я не знаю, там рыбка или какой-то жучок, но потом за счет вот этой ритуализации самой этой активности уже неважно, какой предмет преподносится, уже главное просто изобразить сам процесс ухаживания. Но это, наверное, сравнимо вот у человека с преподнесением букета цветов. Или ювелирного изделия. Ну да, то есть, вещь абсолютно бесполезная, но вроде как приятная. Я бы не сказала. То есть, опять-таки, преподнесение ювелирного изделия свидетельствует о заботе, так скажем, самца о своем будущем потомстве. Видите, мы уже сейчас можем проводить какие-то достаточно такие явные параллели между поведением, очень сложным поведением, брачным поведением человека и брачным поведением животных. Что говорит о том, что, в принципе, в вопросе взаимоотношения полов мы, наверное, от животных ушли не очень далеко. Но давайте вернемся все-таки к животным и рассмотрим, какие существуют основные типы самцов и самок. Так, да, давайте мы с вами рассмотрим, так называемую, ну, в продолжении нашего такого разговора о взаимоотношении полов, рассмотрим очень известную экологическую модель, которая была создана известным экологом Доукинсом. И он ее так и назвал, модель семейного счастья. То есть, существует такое понятие, которое у нас название скромные самки, то есть, они являются, так скажем, верными самками. Доукинс разделил, соответственно, все потенциальные стратегии самцов и самок разделил на четыре категории. Соответственно, он выделил скромных самцов, ой, скромных самок и верных самцов, то есть, это те, которые приверженцы, соответственно, семьи. А также легкомысленные самки и самцы-волокиты. Да, легкомысленные самки и самцы-волокиты. И далее, соответственно, каждому репродуктивному усилию Доукинс придал определенное цифровое значение. Например, генетический выигрыш, который получают родители за одного выращенного потомка, Докинс предложил оценивать условно в плюс 15 баллов. Затраты на выращивание одного потомка предложил рассматривать как минус 20 баллов. То есть, это та энергия, которая тратится родителями на рождение и воспитание одного потомка. И, соответственно, затраты на продолжительное ухаживание минус 3 балла. Таким образом, если проанализировать вот эти все возможные 4 варианта стратегии, то получается следующая картина. Если пара состоит из скромной самки и верного самца, то есть они абсолютно честно играют в игру, то получается, соответственно, плюс 15 минус 10, потому что мы 10-20 баллов, которые суммарно пара затрачивает на воспитание потомка, должны разделить. На 2 получаем 10. И минус 3. Соответственно, получается, что при вот такой верной супружеской паре, каждый и скромная самка, и верный самец получает в результате выигрыш по 2 очка, по 2 балла. Если же легкомысленная самка встречается с верным самцом, то она, соответственно, получает 15 баллов за генетический выигрыш. 10 баллов она тратит непосредственно на выращивание потомства, и она не тратит ничего на ухаживание. Поэтому у нее получается выигрыш в 5 баллов. Если встречается легкомысленная самка и самец волокита, то, соответственно, легкомысленная самка получает 15 баллов на выигрыш в результате оставления потомства, и, соответственно, минус 20 баллов, потому что ей никто не помогает в выращивании, и, соответственно, она воспитывает потомство одна, и в результате ее суммарный итог, ее репродуктивная деятельность получается минус 5 баллов. Но если вы продолжите вот эту вот комбинацию различных половых стратегий, которые возможны в жизни животных, то, соответственно, можно посчитать суммарный итог взаимодействия самых разнообразных комбинаций пар, в которых участвуют те или иные, соответственно, самцы и самки, с той или иной стратегией. То есть, получается, здесь наиболее такой верный путь – это легкомысленная самка и верный самец? – Получается, да, что существует некий средний результат, когда у оба партнера играют по-честному, то есть скромная самка и верный самец, и существует две, скажем так, паразитических, два паразитических варианта – это легкомысленная самка и самец волокита. Это ситуация, когда эти особи, которые при встрече с честными особями, они, соответственно, получают максимально репродуктивный выигрыш. И поэтому такие репродуктивные стратегии всегда будут существовать. И они, соответственно, достаточно эволюционно стабильны и существуют во времени, и всегда будут находиться в различных популяциях животных. При этом нужно четко учитывать, что насыщение популяции, скажем, самцами или самками вот таких альтернативных стратегий, оно будет приводить к смещению, собственно говоря, самого вот этого маятника, и встреча между легкомысленной самкой и самцов волокиты будет все больше и больше усиливаться, вероятность такой встречи будет усиливаться. И, соответственно, в таком случае они оба будут проигрывать, и в конечном счете маятник качнется, и все вернется обратно на круги своя. Поэтому, как мы говорили в прошлой лекции, всегда отбор действует на стабилизацию. Особенно в каких-то стабильных условиях среды всегда идет отбор на стабилизацию. Поэтому наиболее стабильными, наиболее такими продолжительными и прочными являются как раз вот средние варианты. А вот такие уклоняющиеся, скажем, нечестные варианты, они могут существовать только при наличии некого очень большого пула, допустим, особей, ведущих такую среднюю стратегию. То есть скромный самец, в смысле скромная самка и верный самец. То есть кому-то нужно заботиться будет о потомстве, а если легкомысленная самка и самец волокит, то в таком случае забота о потомстве ляжет на плечи скромному самцу и, соответственно, верной самке. И примеров в жизни животных о наличии тех или иных особей, которые придерживают эту или иную концепцию, их достаточно большое количество. И недаром здесь вот изображена, рядом с этими цифровыми комбинациями, изображена золотистая щурка. Это небольшая птица, которая обитает на юге нашей страны. Вот и гнездится такими колониями, и гнезда устраивает в норах. Вот при изучении популяции золотистых щурок были выявлены все, соответственно, четыре возможные половые стратегии самцов и самок. Как бы разные щурки выбирали разные особи щурок, выбирали разные половые стратегии. То есть внутри популяции такое разнообразие. Да, совершенно верно. Внутри популяции такое разнообразие. Но тут мы опять-таки можем посмотреть на самих себя, имеется в виду на людей, и прийти к выводу о том, что у нас набор половых стратегий в поведении человека тоже чрезвычайно велик. То есть недалеко мы ушли от половых стратегий животных. Так, давайте еще обратимся к другим примерам животного мира, например, к африканским страусам. Давайте посмотрим на них. Африканского страуса одни самки насиживают яйца, а другие нет. Самец страуса удерживает большую территорию, проявляя агрессивность по отношению к другим самцам. На своем участке он строит наподобие гнезда. После спаривания самка откладывает в него кладку. Ненасиживающие самки стремятся отложить свои яйца в чужое гнездо. В результате в гнезде может быть до 30-40 яиц. Страусиха выпихивает часть из них на периферию гнезда. Там они могут, в общем-то, перегреться или их утаскивают мелкие хищники. Было установлено, что самка страуса умеет отличать собственные яйца от подброшенных. Естественно, что большую заботу она будет проявлять о своих яйцах в упихе, например, подброшенные яйца на периферии гнезда. А вот наличие большого числа яиц в гнезде резко снижает вероятность того, что шакалы и грифы укладут всю кладку, особенно если это касается кладки непосредственно на сетке. Страусихи на сетке. Да, но вот мы на примере страуса очень хорошо видим, что как у самцов могут быть альтернативные стратегии поведения. Получается, что внутри, опять-таки, одной популяции страусов находятся самки, которые откладывают просто яйца в гнездо, и при этом о них не заботятся никак. И страусихи, которые непосредственно высиживают эти яйца. Да, но при этом страусиха, которая высиживает эти яйца, она тоже свободна в некотором выборе, и ее поведение направлено на то, чтобы выжило, прежде всего, ее потомство. И получается, что вот то большое количество яиц, которые она насиживает, получается, что яйца самок, скажем, других самок, которые она разрешает откладывать в гнездо, они служат своеобразным буфером, своеобразной защитой ее собственным яйцам от, соответственно, воздействия каких-то врагов, перегрева, ну, в общем, каких-то внешних сил. И в данном случае мы видим, как бы, целый такой набор альтернативных стратегий. То есть в популяции страусов существуют самки, которые сами насиживают яйца, и самки, которые подбрасывают яйца. Но при этом самки, которые насиживают, они, соответственно, тоже насиживают не из альтруистических соображений, а, соответственно, из соображений того, что они таким образом, принимая яйца от других самок, увеличивают возможность выживания своего собственного потомства. То есть таким образом они защищают свои яйца от перегрева или, допустим, посягательства на них других хищников? Надо сказать, что вот такие групповые кладки у птиц, они свойственны не только страусам. Но страусы, они интересны тем, что они, самки допускают откладку яйца в гнездо, скажем, не родственным ей особям. У очень большого числа видов птиц существует так называемое коммунальное или кооперативное размножение, когда птицы откладывают совместные кладки в одно гнездо. И либо совместно заботятся потом о выводке, либо, как показали, например, исследования на такой интересной птице, которая уносит название камышница, самка допускает откладку яиц к себе в гнездо другой птицы, в том случае, если она является ее родственницей. Причем там, как показали работы последних лет, птицы очень четко распознают своих родственников и очень четко знают, что это, соответственно, особь ее клана, так скажем, а это абсолютно чужая. И вот своих она допускает к откладке яиц, а чужих нет. И как раз механизмы, которые регулируют вот эти процессы, не только у птиц, но и в принципе у животных, получили название так называемого отбора родственников или киноотбора. То есть получается, что, в общем-то, птицы и другие животные, они, в общем-то, своих родственников каким-то образом отличают от других? Совершенно верно. Они отличают их от других. И, в принципе, этот киноотбор или групповой отбор родственников, он направлен, в принципе, опять-таки на то же самое. То есть передачу своей наследственной информации в череде поколений. Потому что, естественно, что мы, опять-таки, если мы апеллируем к человеку, мы в значительной большей степени будем заботиться о своих родственниках, чем, допустим, о чужих нам людях. Это тоже, кстати, вариант вот такого группового отбора родственников. Он существует в том числе и у животных. И у животных существует система признаков, определяющая их степень родства. Ну, естественно, они для нас, скорее всего, недоступны. Вот это само понимание, как они определяют родственников. Но думаю, что здесь задействованы те же самые механизмы, которые у нас назвали, допустим, память. То есть какое-то раннее общение птиц между собой или других животных между собой говорит им о том, что, так сказать, они имеют какую-то степень родства с ними. И дальше уже идет, запускается уже непосредственно поведение, скажем, более благоприятное по сравнению к этим особям, чем к другим особям. То есть они стараются, даже на уровне уже птиц, стараются закрепить именно свои определенные признаки и передать их в череду поколений. Да, ну, то есть совершенно верно. Это, опять-таки, вариант, который позволяет животным заботиться о своем генотипе. Ну, вот как раз мы об этом начали с вами говорить. Вот хотелось бы немножко рассказать о поведении самцов. Да, у самцов ситуация, как мы в самом начале передачи с вами говорили, несколько иная, чем у самок. И их задача, прежде всего, оставить как можно большее количество потомков, соответственно, возможность спариться с большим количеством самок. Но при этом существуют самцы, действительно, которые могут вступать в такую конкурентную борьбу и выигрывать, собственно говоря, в этой конкурентной борьбе. То есть они, в общем-то, здоровы и способны на какие-то вот такие вот действия. То есть действия именно в конкурентной борьбе. А бывают самцы, которые, собственно говоря, может быть, по молодости, так скажем, еще довольно молодые или же довольно ослабленные, которых могут не победить в этой честной борьбе. Они, в общем-то, вступают в так называемый путь обмана некоторого. Да, но до того момента, как, действительно, существует еще один из вариантов стратегии, это, так сказать, самцы-обманщики, самцы-воришки, немножко вернемся к началу о том, что каковы же, собственно говоря, непосредственно целеустремление самца, ему важно передать вот свою наследственную формацию и убедиться в том, точнее, обеспечить такой порядок вещей, чтобы самка воспитывала именно его потомка. Соответственно, честные самцы или верные самцы, они просто-напросто живут вместе рядом с этой самкой, воспитывают свое потомство. И, соответственно, все время с ней находятся и гарантируют ее от, соответственно, копуляться с другими самцами. То есть не себя гарантируют, а копуляться с другими самцами его самки. Совершенно верно. А в случае, если, допустим, нет никаких устойчивых брачных отношений, ведь у многих видов животных таких брачных отношений вообще, в принципе, не существует, в таком случае, соответственно, возникает проблема гарантирования непосредственно отцовства. И в царстве животных существует целый механизм, целый, так сказать, набор механизмов, которые гарантируют самцу, что именно он является отцом будущего потомства. И вот набор этих механизмов получил название «конкуренция спермиев». Давайте с вами посмотрим на слайде некоторые иллюстрации, которые демонстрируют вот ту самую конкуренцию спермиев. Одна из самых таких классических работ была выполнена по навозной мухе, которая изображена здесь справа. И навозная муха, для нее характерна часто повторяющаяся копуляция между самцами и самками. И в результате биохимических исследований было показано, что, соответственно, каждая вновь введенная порция спермиев, она ингибирует за счет процессов, вероятно, своего биохимического состава, ингибирует, соответственно, деятельность спермиев предыдущего самца. И таким образом было показано, что, например, если самка полотворитель два самца, то доля потомков первого самца составит всего лишь 20%, а доля потомков второго самца составит 80%. Аналогичные же механизмы существуют и у многих млекопитающих, ну, например, у серой крысы, у черной крысы, то есть у многих грызунов, которые как раз тоже изображены на этой слайде. Точно так же набор биохимических элементов блокирует деятельность спермиев предыдущего производителя и, соответственно, таким образом самец гарантирует оставление потомства, именно которое будет получено от него. То есть существуют какие-то определенные биохимические механизмы, которые гарантируют, что потомство будет именно от этого самца, а не от другого. Да, совершенно верно. И, кстати говоря, это не только на уровне биохимии. Например, то, что многие крупные позвоночные животные, крупные хищники, или, например, те же самые слоны, в момент гона, они стараются уединиться, уйти из стада и как можно, так сказать, меньше встречать каких-то конспецифичных особей. Это, в принципе, тот же самый, только уже поведенческий механизм, который гарантирует самцу, собственно говоря, продолжение своего рода. То есть он изолирует самку от воздействия других самцов. Ну вот с моногамами довольно-таки все ясно, да? О чем вы говорили, что когда самка контролирует друг друга, а что происходит с полигамными, например, семьями? Вот один из механизмов это биохимические такие вот. Каждый конкретный вид животных по-своему приспосабливается к таким вот, так сказать, решает эту проблему. И спектр вот тех вот приспособлений, которые существуют у животных для изолирования самки после копуляции, он чрезвычайно разнообразен. Особенно он богат, например, у насекомых. Там существуют способы, например, от того, что самец находится самкой непосредственно весь период, пока не произойдет оплодотворение. То есть просто-напросто он сидит на ней, как, например, часто бывает у комнатных мух. Вы наверняка видели, когда одна муха летает на другой. Или же, например, возможны варианты, что половые органы самца после копуляции обламываются и остаются, соответственно, в половых путях самки. И таким образом наличие, таким образом закупоривает половые пути самки. Или же самка съедает при этом самца, оставляя половые органы, которые закупоривают ее пути. Или такой вариант возможен. Или возможно выделение специальных веществ, где самец после копуляции, соответственно, замазывает половые отверстия самки, чтобы, соответственно, избежать дальнейших поля. То есть, в принципе, вот этот набор чрезвычайно богат, и, соответственно, можно достаточно много говорить, о чем мы, естественно, чуть попозже в следующих лекциях поговорим. На следующей лекции мы продолжим наш рассказ о половых стратегиях самцов и самок. И, в частности, мы, наверное, как раз будем рассказывать в основном о половых стратегиях самцов. А сегодня время нашей передачи истекло. Хотели бы с вами попрощаться. Всего вам доброго. До свидания.